Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленных журналистами общественного саянского телевидения. В студии для вас работают ведущая Юлия Тукбаева и оператор Юрий Кузьменко. Сегодня в выпуске. На совещании в администрации обсуждали планы развития Саянской и предстоящий в летний период ремонта городских объектов. Наш город стал лучшим по работе с молодежью. Саянская епархия выиграла международный грант. Вновь в лидерах наши юные спортсмены. На совещании в администрации подвели итоги работы в феврале и обсудили планы развития Саянска на ближайшее время. В 2019 году планируется капитальный ремонт пяти многоквартирных домов, замена 16 лифтов, завершение строительства детской школы искусств, ремонт других городских объектов. На совещании в администрации руководители предприятий и организации города подвели итоги работы в феврале, а также обсудили планы развития Саянска на ближайшее время. По информации заместителя мэра города по вопросам жизнеобеспечения Марии Даниловой, на 1 марта собираемость квартплаты составила 83,24%, что на 11% ниже показателей прошлого года. Связано это с переходом на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Услуга стала региональной, и в связи с переходным моментом начисление на нее не производилось. В мартовских квитанциях жители увидят начисление за два месяца – январь и февраль. Видимо, далее процесс собираемости квартплаты нормализуется. В первом квартале текущего года утверждена оплата с квадратного метра – 2,75 рубля. Далее – выбор за жителями города. На сайте администрации продолжается голосование о том, как платить за вывоз мусора с квадратного метра или с человека. Тариф с человека – 68 рублей в месяц. 15 марта в 18 часов во Дворце культуры «Юность» состоится общее собрание с мэром города, на котором подведут окончательные результаты голосования. Заключен муниципальный контракт с организацией ООО «Пять звезд» на отлов безнадзорных животных. Сумма контракта – 375 тысяч. Планируется отловить 150 животных. Проведено общее собрание с собственниками квартир в домах, где планируется капитальный ремонт в этом году. Они определили объем работы. Мы планируем в 2019 году выполнить капитальный ремонт пяти многоквартирных домов в микрорайоне Юбилейном. Следующие дома – номер 19, 28, 29, 42, 60. На этих домах будет выполнен капитальный ремонт инженерных сетей, отопление, ремонт кровли, подвальных помещений, электросетей. Также в Министерство жилищной политики направлены письма на разработку проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта 16 лифтов. На 2019 год по плану это микрорайон Октябрьский, 27, 28 дома и 10-й Б, также микрорайон Центральный, дом 14, ориентировочно 16 лифтов будет заменено, то есть если при разработке проектно-сметной документации получение положительного заключения. Кроме того, согласно краткосрочному плану на 2020-2022 годы запланирована замена лифтового оборудования в доме номер 6 микрорайона Строителей, домах 9, 10, 11 микрорайона Ленинградский. Под замену попадут еще 10 лифтов. Сегодня в городе продолжаются работы по замене 27 лифтов в пяти многоквартирных домах подрядчик ООО «Звезда». На сегодняшний день в трех домах лифтовое оборудование введено в эксплуатацию, проведено комиссионное обследование лифтов в домах 1 и 11 микрорайона Центральный. Ожидается, что к началу апреля в этих домах лифтовое оборудование будет введено в эксплуатацию. Продолжается строительство детской школы искусств. Ведутся работы по укладке наружных стен и перегородок. На 70% смонтирован тепловой узел. В Цоколе выполняются работы по разводке инженерных сетей, устанавливаются пластиковые окна, ведется работа по утеплению фасада. В 2019 году планируется капитальный ремонт одного из этапов проспекта Ленинградский, капитальный ремонт бассейна «Золотая рыбка», реализация мероприятий в рамках проекта «Народных инициатив» по программе «Комфортная городская среда», капитальный ремонт водовода по улице Советской, строительство сетей электро- и водоснабжения в микрорайоне «Лесной». По итогам областного конкурса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью победителем в первой группе городов признан Саянск. Поддержка талантливой и активной молодежи, поддержка молодежных проектов позволили Саянску вновь заявить о себе. Не напрасно Саянск считается городом молодых. Саянские ребята не только талантливы, но и инициативны, нацелены на успех. Раскрыть возможности юных дарований – важная задача, и такая работа дает свои плоды. По итогам областного конкурса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью в 2019 году своей подгруппе Саянск стал лучшим. Мы в этом конкурсе участвуем ежегодно. Победителями стали в этом году мы в третий раз. Первый раз наша программа одержала победу в 2015 году, второй раз в прошлом году мы выиграли, и третий раз в этом году. Что дает участие в данном конкурсе? Это субсидия, которая выделяется из областного бюджета именно на проведение мероприятий с молодежью в рамках программы. Мало талант заметить, и нужно помочь его раскрыть, оказать содействие в продвижении проектов и задумок молодых людей. Важна поддержка молодых специалистов и семей, проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание и профилактику социально-негативных явлений. Молодежь есть везде. Это и старшеклассники, и студенты, и молодые специалисты. И поэтому мы благодарим их за активность, освещая именно мероприятия с ними, мы добиваемся вот таких побед. Напомним, благодаря победе в конкурсе в прошлом году были проведены масштабные мероприятия, два из которых состоялись впервые – новогодний бал добровольцев и конкурс добровольств Саянска, фестиваль молодых семей, фестиваль КВН. Думается, дальнейшая работа станет не менее плодотворной. 12 марта в России отмечают День работника уголовно-исполнительной системы. Эта дата приурочена к созданию в стране 140 лет назад главного тюремного управления внутренних дел. Сегодня на учете в филиале Саянского отдела уголовно-исполнительной инспекции состоит более 200 человек. Когда-то Петр I сказал, что тюрьма есть ремесло окаянное, и для скорбного дела сего нужны люди твердые, добрые и веселые. И в настоящее время все сотрудники уголовно-исполнительной системы таковыми и являются. По крайней мере, так считает начальник Саянского филиала службы исполнения наказаний Светлана Бухарова. Сегодня на учете в инспекции состоит более 200 осужденных. Это те, кто отбывал наказание в колонии или получил условный срок. К сожалению, преступники были, есть и, к сожалению, наверное, будут. Учреждения уголовно-исполнительной системы призваны исправлять лиц, которые оступились перед законом и отбывают наказание в местах лишения свободы, либо состоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Мы взаимодействуем с коллегами из других исправительных учреждений. Например, мы проводим мероприятия в исправительных колониях с осужденными, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. С данными осужденными мы проводим беседы, лекции, разъясняем им их права, обязанности с той целью, чтобы после освобождения они продолжали исправляться, стали на путь исправления. Есть здесь и свои ветераны, которые отработали в подразделении не один десяток лет. Они постоянно оказывают содействие и помощь руководителю учреждения воспитания и обучения личного состава, являются наставниками молодых сотрудников, а также занимаются сбором материалов для музея, уголков боевой и трудовой славы учреждения. Нельзя не вспомнить сегодня о наших ветеранах. Это те люди, которые большую часть своей жизни отдали служению Родине, служению нашей системе. В своей работе мы постоянно с ними взаимодействуем. Мы стараемся оказывать им помощь, если она им нужна, а также просим у них совета. Они охотно делятся своим накопленным опытом и помогают нам в нашей работе. Для того, чтобы работать в системе ГУФСИН, нужно обладать смелостью и отвагой, ведь они общаются с людьми, которых суд признал преступниками. Есть здесь и убийцы, и насильники. Основной задачей сотрудников инспекции является то, чтобы осужденный отбывал то наказание, которое ему определил закон. Профессионального выгорания на службе, по словам Светланы Бухаровой, практически нет. Все сотрудники имеют высшее образование, и абсолютно все пришли на работу сознательно, имея выбор и выбрав именно службу исполнения наказаний. Я хотела бы сегодня, в сегодняшний торжественный день, поздравить наших дорогих ветеранов, пожелать им здоровья на многие-многие годы, сказать им большое спасибо, а также поздравить своих коллег из всех учреждений, пожелать им терпения, уверенности в завтрашнем дне. Саянская епархия стала победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива», общественно значимый проект «Православный центр помощи семьям Покров». Благодаря грантовым средствам будет и дальше развиваться. Саянская епархия стала победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива» с проектом «Православный центр помощи семьям Покров. Второй этап». Благодаря грантовым средствам центр Покров будет расширенно благоустроен, Люди, находящиеся в кризисной ситуации, получат психологическую и юридическую поддержку. Планируется организация работы кабинета консультирования, обустройство детского уголка и библиотеки. В ходе реализации проекта, цель которого в том числе и профилактика абортов и социального неблагополучия, совместное мероприятие будет вовлечен широкий круг общественности и волонтеры. Планируется, что реализация проекта удовлетворит потребности нуждающейся семьи в материальной, психологической и юридической помощи, увеличит социальную вовлеченность общественности в общее дело, поддержки семьи, сделает посещение женщин с детьми более комфортным, поможет увеличить объем гуманитарной помощи, расширить географию проекта. Напомним, международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» проводится с 2005 года. Инициатором-организатором конкурса выступил благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. Представители Саинской епархии не раз становились грантополучателями престижного конкурса, направлено на поддержку гражданской инициативы в обществе, поощрение творчески активных людей, практически созидательной деятельности, направлено на благо ближнего, на сохранение и укрепление культурно-нравственных традиций. На базе комплексного центра социального обслуживания населения уже четвертый год работает школа по уходу за тяжело больными людьми. За это время обучение в школе прошло 56 человек. Важно, что родственники не только приобретают необходимые медицинские навыки, но и получают психологическую помощь. Маломобильность человека вследствие травмы или тяжелого недуга становится непростым испытанием как для самого больного, так и для родственников. Ведь осуществлять уход за лежачим больным – непростая задача. На базе комплексного центра социального обслуживания населения с 2015 года действует школа по уходу за тяжело больными людьми. Очень важная вещь – школа, потому что мы ухаживаем за тяжело больными людьми, они все разные, с разными болезнями. И мы обучаемся сами и показываем еще родным и близким, как это делать правильно и облегчить состояние наших больных. Тема очередного занятия стала «Оргономическое оборудование для перемещения пациентов с ограниченными физическими возможностями». Проведение таких занятий актуально тем, что когда происходит беда и когда неподготовленные люди сталкиваются с такой проблемой, что у их близких родственников произошел инфаркт или сломание шейку бедра, то есть они становятся в панике. Они не знают, как это сделать, что это сделать, как элементарно даже покормить, переодеть, помыть, подмыть, переодеть памперс, подстелить пеленку или еще что-то. То есть они сталкиваются вот с этой как раз проблемой, что как это сделать. И обратившись к нам в нашу школу, мы можем прийти, показать, рассказать. Важна, отмечают специалисты, психологическая помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Для них же это шок, как это человек ходил, мама там или папа, какой-то близкий родственник ходили, все было, встречали. Еще вчера встречали, открывали дверь на ногах, а потом они раз и резко слегли в постель. То есть, чтобы как-то немножко обезопасить их, вот эту стрессовую ситуацию, мы приглашаем к себе в школу, проводим с ними занятия. Если для них это неудобно, мы можем прийти и сделать это все на дому. Обучение в школе уже прошли 56 родственников, люди с ограниченными возможностями. Только в этом году были проведены 4 занятия. Навыком ухода за больными обучены 5 человек. Школа расположена по адресу микрорайона Билейный, 17, 18 кабинет, телефон 54525. В целях предупреждения несчастных случаев при пожаре по причине детских шалостей с огнем, сотрудники МЧС совместно со Всероссийским добровольческим пожарным обществом проводят профилактические занятия в образовательных учреждениях города. Спасатели рассказали малышам о главных правилах безопасного поведения дома, на улице и на природе. Ребята узнали, как действовать при чрезвычайной ситуации и вызывать на помощь спасателей, кроме того, каким образом можно предупредить пожар. Позже в игровой форме с детками старших групп спасатели провели эстафету и рассказали малышам, как правильно вести себя в случае возникновения нестандартной ситуации. Безопасность детей и взрослых является основной целью и задачами нашего общества. А вот детский сад – это вообще такой целостный организм, где, начиная от руководителя и заканчивая техническими работниками, все должны осознавать, что мы несем полную ответственность за сохранение жизни и здоровья и безопасность доверенных нам детей. Детям напомнили, какой страшной разрушительной силой обладает огонь и какую отрицательную роль в нашей жизни он может сыграть. Спасатели разобрали причины возгорания и способы применения первичных средств пожаротушения и напомнили телефона вызова экстренных служб. Детский возраст, он самый такой, наверное, доступный в плане того, что можно дать различные здания. Дети все почемучки и очень любят, когда к ним приходят взрослые с других организаций. И вот 6 марта в детском саду Росинка детям подготовительной группы, их было 38 человек, 3 группы, это было 2 группы. Мы провели занятия о пользе и вреде огня, а также провели с ними соревнования, как можно спасти себя, как потушить, чем можно потушить огонь. Такие встречи, уверены сотрудники Добровольного пожарного общества, воспитывают у детей чувство ответственности за сохранность своей жизни и жизни окружающих людей. Учат осторожности при пользовании огнем, электрических приборов, средств бытовой химии. Общение с пожарными помогает ребятам запомнить простые правила безопасности и отказаться от необдуманных действий, которые могут привести к трагедии. Воспитанники Саянской школы-интерната заняли первое место в областном конкурсе инсценировок по произведениям Валентина Распутина. Конкурс посвящен проведению в России года театра. 15 марта юные Саянские театра вы отправятся на награждение, которое будет проходить в Иркутском областном краеведческом музее. В Иркутске прошел областной конкурс инсценировок по произведениям нашего земляка Валентина Распутина «Дом. Частица нашей души», который был приурочен к проведению в Российской Федерации года театра. Воспитанники театральной студии на театральных подмостках Саянской школы-интерната под управлением педагога Галины Комаровой с удовольствием приняли участие в конкурсе. Мы занимаемся кукольным театром. Конечно, это было рискованное такое мероприятие, принять участие в таком довольно серьезном конкурсе. Ведь все-таки произведения Распутина Валентина – это серьезные такие, сложные. И выбор пал на повесть «Прощание с матерой». В произведении речь идет о переживаниях старожилов деревушки Матеры, расположенной на берегу ангары, которая при строительстве гидроэлектростанции уходит под воду. Одна только мысль о том, что придется оставить родные могилы предков, разрывает их сердца. Передать речь. Вот это было самое, наверное, сложное. Речь в произведениях Распутина – это вот такая деревенская, немножко для нас это уже старинное. Этих слов мы уже не употребляем. И детям было сложно. Я замуж-то выходила. Ты кто была? Оглянись-ка, ты еще без рубашонки бегала. Как я выходила, ты должна поди-ка помнить. Дети под руководством педагогов сами делали кукол и декорации из того, что было под рукой. Клубки, отрезки ткани, картон – все шло в дело. Затем нужно было отрепетировать и исполнить инсценировку, подобрать музыкальное сопровождение. Мне когда говорят, что надо музыку скачать, я подбираю с интернет музыку, скачиваю то, что мне надо, выбираю фонограмму, минус, плюсовки. Еще нужно было записать видео и отправить его на суд жюри. В результате у наших юных театралов первое место в номинации за смелость художественного решения при постановке и инсценировке по повести Валентина Распутина «Прощание с матерой». 15 марта Галина Александровна и пять участников спектакля поедут в Иркутск на награждение. Широкая, щедрая и раздольная. В минувшее воскресенье саянцы отметили масленицу. Проводы зимы и встречи долгожданной весны сопровождались песнями, танцами, состязаниями. Каждый повеселился на славу и отведал горячих ароматных блинов. Мы будем праздник продолжать и гостей всех развлекать. Все пеком, пеком, пеком и быстрее потом. Все пеком, пеком, пеком. Тише, тише. Вкуснейшие угощения, блины с полужару, минутцы которые с анцепеками, до пироги, забавы разные, до состязания. Саянцы зиму провожали, до красную весну встречали. Отлично, это замечательно. Поздравляем весь город с праздником. А мне нравится приходить на масленицу. Всегда интересно, весело. Всех поздравляю с масленицей. Хорошо настроение. Особенно штанговый парень хорошо вытянул. Он 82, он выжимает. До стада тянет. 98, 99, приготовились. 100, победа, абсолютно рекомендую. Замечательная масленица, только с погодой не очень повезло. Мы всегда веселимся, поем, очищаем душу свою, просим у всех прощения сегодня. Поздравляем всех с масленицей. Желаю всем здоровья, солнечного настроения, чтобы солнышко у всех в сердцах всегда сияло. Немало вызвалось охотников и покорить масленичный столб. Призы достались самым ловким да смекалистым. Уфорство у него нет. Давай, давай, быстрее. Всех с праздником, с масленицей. Было очень тяжело. Тяжелее, чем в том году. Скажите, пожалуйста, такие оригинальные тапки, это сами вы делали тапочки? Это съездили в Крым и называются коралки, приобрел. Во временное язычество покорение масленичного столба имело некую духовную подоплеку. Его прохождение символизировало несколько этапов просвещения. Нижнюю, которая, собственно, находилась на земле, и верхнюю, которая символизировала вершину столба. И поздравляю всех с масленицей. Профессионное воскресенье. Всех с праздником. Третий год уже лазу. Третий год выигрываю. На масленицу горожане стараются веселиться и не допускать уныния, ведь считается, что люди, которые в праздничную неделю остаются в плохом расположении духа, обрекают себе на целый год бедности. Апофеозом праздника стало сжигание чучела масленицы. Прощай, зима, весне дорогу. В акционерном обществе «Саянский пласт» работает более трех тысяч человек, более тысячи из них – женщины. Они трудятся во всех подразделениях предприятия. Для них во Дворце культуры «Юность» прошел концерт в честь празднования Международного женского дня. Женщины не устают принимать поздравления с весенним праздником 8 марта. Да и как это может надоесть, когда вам каждый день говорят о том, какие вы замечательные, привлекательные и нежные? На этот раз в Зал Дворца культуры «Юность» заполнили прекрасные дамы, работницы главного предприятия города акционерного общества «Саянский пласт». С праздником весны, красоты, любви и очарования! Ведь весна и женщины – это неделимые понятия и единое целое. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, Что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, Что походкой легкою подошла нежданная, Самая далекая, самая желанная. Со сцены милым женщинам признавались в любви мужчины, лучшие вокалисты Саянска. Малыши радовались замечательными хореографическими постановками. Директор по ремонту и капитальному строительству акционерного общества «Саянский пласт» Евгений Красько Сказал в адрес женщин много теплых слов. Ничего бы мы не сделали без наших красивых, очаровательных женщин. И пусть они работают проектировщиками, Пусть они работают специалистами по аналитическому контролю процессов, Пусть они управляют технологическим процессом, Или просто следят на предприятиях за чистотой и порядком. Без них у нас бы ничего не получилось. Сейчас на предприятии работает более трех тысяч человек. Более тысячи из них – представительницы прекрасной половины человечества. Женщины трудятся во всех подразделениях предприятия. Они – самая ответственная часть трудового коллектива. И их вклад в развитие завода поистине не оценим. Прошедшие выходные в поселке Михайловка Черемховского района прошел турнир по самбо, в котором приняли участие сильнейшие атлеты из Саянска, Черемхова, Ангарска, Иркутска и других населенных пунктов области. Участие в турнире приняли около 200 спортсменов из Иркутской области. Отличительной особенностью соревнований является то, что в нем участвуют не только мальчишки, но и девочки. В честь Саянска на турнире защищали четверо атлетов. Следует отметить, что опыт участия в столь престижном турнире у наших самбистов был незначительным. Но, тем не менее, воспитанники тренера Николая Коргина с поставленными задачами справились. И копилку нашей сборной пополнили одна золота и три бронзовые награды. На турнире я боролся четыре раза. Три выиграл в схватке, одну проиграл. Соперный мне попался очень сильный. Раньше я с ним встречался, но не удавалось победить. Я проиграл, потому что допускал ошибки. Буду готовиться к следующему турниру. Занял третье место. Выиграл наш Кирилл Зыков. До желанной победы ему не хватило нескольких очков. Да и полученные в предыдущих схватках травмы дали о себе знать. Но, тем не менее, он решил бороться до последнего. И тренеру не пришлось выкидывать на ковер белое полотенце, чтобы снять атлета с поединка. Кирилл отработал на все сто. Честно заработал свою бронзу, которой из-за полученных травм руки и бедра досталось ему нелегко. Я провел четыре схватки. Из этих четырех схваток я выиграл третий. Три схватки. На второй схватке я получил травму руки. В третьей схватке получилось то, что я проиграл, но и получил травму еще ноги. И что привело выиграть третье место. Четвертую схватку я выиграл. И занял третье место. В настоящее время сэнские силачи готовятся к новому турниру, который пройдет в конце этой недели в Братске. По итогам соревнований лучшие атлеты получат путевку для участия в Сибирском федеральном округе, где проведут отбор на чемпионат России по самбо. Количество наград, которые привозят наши юные каратисты соревнований, с каждым разом растет. В этот раз их 45. К тому же в чемпионате, который проходил в Иркутске, приняли участие и родители наших спортсменов. В Иркутске прошел третий межрегиональный турнир и открытое первенство и чемпионат Иркутской области по всестилевому карате «Мотивация среди детей». В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из Красноярска, Зеленогорска, Читы, Братска, Иркутска, Ангарска, Шелихово, Саянска, Улан-Удэ. Дети состязались в дисциплинах ката, технические комплексы, кумите, спарринги, общефизическая подготовка. Этот турнир проходит третий год подряд под названием «Мотивация». Ну и само слово говорит за себя, да, то есть главная цель – это замотивировать детей на занятия спортом. В чемпионате приняли участие 28 стоянских каратистов. По количеству выигранных медалей, а их 45, они заняли первое общекомандное место. Из них 17 золотых, 16 серебряных и 12 бронзовых наград. Меня родители поддерживали, и я все-таки выиграл. С первого раза у меня не получилось, а со второго получилось. У меня восьмой IQ – желтый пояс. Я буду сдавать на седьмой IQ – оранжевый пояс. Также в дисциплине «Общефизическая подготовка» приняли участие родители наших спортсменов. Папы отжимались, мамы приседали. В результате у нас одно золото и две серебряные медали. Занял второе место. Соперники были сильные, папы были намного моложе. Надо стараться, стремиться. Этому и детей своих учим. Начинающим спортсменам мы бы пожелали не останавливаться перед трудностями. Ведь, как говорится, дорогу осилит идущий. И если у вас есть мечта, то двигайтесь к ней искренне каждый день. Мы поздравляем наших спортсменов, желаем им сильной воли, упорства, никогда не утратить спортивного духа, настойчиво идти к победе и добиваться высоких результатов. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова